Привет! В компании «АвтоСтронг» вы можете купить отличные БУ и новые запчасти, а в компании «МотоСтронг» просто восхитительные мотоциклы. Обязательно подпишитесь на Instagram «МотоСтронга», там актуальное наличие. Все эти мотоциклы приехали из Европы, находятся в отличном состоянии и сразу готовы в путь. Продаются с полным пакетом документов. Обязательно звоните и менеджеры «МотоСтронга» ответят на все ваши вопросы, подберут отличный байк и помогут с доставкой по Белоруссии, а также в Россию, Москву, Питер, Симферополь и Смоленск. Обязательно обращайтесь в «МотоСтронг». Ссылочки и подробности будут в описании к этому ролику. Иногда у нас в комментариях спрашивают, есть ли автомобиль, который не ломается и не вытягивает деньги? На самом деле таких автомобилей полным-полно. И вот один из них – большой и комфортный – Lexus RX второго поколения. Встречаем! Говорят, что с Lexus RX началась эпоха кроссоверов. На создание такой машины вместительной, большой и комфортной, но ничего из себя не представляющей на бездорожье японцев вдохновили американцы. Японцы предложили им комфортный большой автомобиль и он пришелся по вкусу любителям внедорожников. Ну действительно, зачем ездить по асфальту на рамном прожорливом динозавре, если для этого подходит вот такая высокая и комфортная легковушка. А если это еще и Lexus, то о большем и мечтать не приходится. Lexus RX второго поколения выпускался с 2003 по 2008 год. Сначала он донашивал старые моторы, а затем после рестайлинга получил более бодрый V6. Именно с Lexus RX второго поколения началась гибридная история RX. Сейчас этим машинам в среднем по 17 лет, но выглядит большинство бодро. В наших обзорах мы, как обычно, расскажем, на какие проблемы стоит обратить внимание, чтобы решать их превентивно и как не попасть на убитую машину, покупая ее на вторичном рынке. Итак, поехали! Обычно Lexus RX второго поколения отлично выглядит снаружи и как будто ничего ржавого в нем нет. Но это не всегда так, как и в любой другой машине. Коррозия начинается там, где краска протирается до металла. Поэтому, внимание, надо следить за кромками арок, кромками задних дверей и надо обязательно осмотреть периметр пластиковых накладок. У многих RX коррозия начинается в скрытых местах, в частности, в задних арках. То есть, прикрытые пластиком брызговики, а также задние торцы бампера могут заржаветь в труху. А владельцы об этом узнают слишком поздно, когда коррозия прогрызает дыры наружу задних арок. Это системная проблема. Поэтому, чтобы ее решить или чтобы она не появилась, надо снять локер задних арок, снять бампер и защитить эти места от коррозии. Еще не страшная коррозия появляется в конце водостоков сзади на крыше и эти места становятся хорошо видны, если поднять крышку багажника. Пожалуй, самая неприятная болячка RX второго поколения – это попадание воды в салон. Кто-то отделывается намокшей обивкой стоек крыши. Обычно пропитываются участки от спинок задних сидений до крыши. А кто-то поднимает весь напольный ковролин, чтобы просушить, потому что он промок насквозь. Спросите, откуда же берется вода? Но, поверьте, проходов для нее очень много. Если вода попала в багажник, то надо осмотреть и герметизировать все швы в проеме двери. Обращайте внимание на растрескавшийся герметик под краской. Но это еще не все. Обработать герметиком нужно еще следующие места – нижние точки крепления упоров двери багажника. Вода течет вдоль, но попадает под них и проливается внутрь. Отверстия под установлены на кузове стоп-сигналом. Все заглушки от фонарей до бампера. Их две-три штуки с каждой стороны. Клипсы крепления заднего бампера к кузову. Плюс не лишним будет добраться до вентиляционных решеток за боковинами заднего бампера и обработать их герметиком по периметру. Также надо будет затыкать все технологические отверстия за задним бампером в кузове и обработать стык панелей герметиком. На крыше водостоки накрыты рейлингами, под которыми скрыты стыки между панелями крыши и боковых секций кузова. Со временем в этих стыках появляется зазор, через который вода проливается на потолок и стекает на пол. Сзади рейлинги крепятся к кузову через пару сквозных отверстий, в которые вставлены пластиковые направляющие. Так вот, со временем уплотнение исчезает и вода свободно проливается под потолок. Далее, дренаж люка спереди устроен таким образом, что выводит воду не сразу наружу, то есть через пороги, а в сами пороги. И поэтому, если дренаж порогов забит, то вода поднимается до технологических отверстий и, соответственно, попадает под ковролин. Как правило, сначала намокает пол спереди. Так вот, в таких случаях надо улучшить дренаж, удлинить трубки и пустить их под подкрылки, чтобы вода сразу уходила наружу. Еще на днище, буквально под ногами пассажиров и под задними сиденьями, есть технологические отверстия, которые прикрыты заглушками. Так вот, со временем эти заглушки теряются, колеса разбрызгивают воду и вода частично попадает на ковролин. В общем, как говорят знатоки RX2, кузов у RX2 как дуршлаг. При покупке и эксплуатации этой машины надо обязательно убедиться, что напольное покрытие сухое и, по возможности, если вы покупаете эту машину, поднять ковролин, потому что в тех местах, где скапливается влага, частенько образуется коррозия. Фары у Lexus RX недолговечные, мутнеют снаружи, вдобавок выгорают отражатели линз. Плюс эти фары потеют после дождя, либо после мойки. Также обламываются крепления фар. Но не беда, есть оригинальные крепления по 10 долларов. Новые лапки устанавливаются поверх старых. Ну, вот такой вот ремкомплект. Ну, а если перестала работать коррекция фар, то, скорее всего, лопнула тяга одного из датчиков положения кузова. Об этом мы вам подробнее расскажем и все покажем попозже. Со временем задние фонари начинают выглядеть неопрятно из-за осыпающегося хрома. Ну, и в целом фонари со временем мутнеют изнутри. На многих машинах вышел из строя блок подогрева одним или обоими сиденьями. При этом подогрев не выключается. Поэтому, если вам попалась машина с неработающим подогревом сидений, то обратите внимание на то, что предохранитель может быть вынут предохранитель обогрева, либо же он сгорел. Выходят из строя блоки, которые находятся под каждым сидением. Блоки стоят 230 долларов. Дешевых альтернатив нет, но грамотные электрики могут определить, в какой микросхеме проблема и заменить ее. Родная магнитола Lexus RX служит хорошо и долго, но со временем в ней может перегореть подсветка либо в одном месте, либо целиком. Но эта проблема решается, если она беспокоит. Можно обратиться к электрику и он перепаяет транзистор один либо оба. Штатный CD-ченджер начинает барахлить из-за попадания в него мелкой пыли и высыхания смазки. В общем, чистка, минимальное и тоже минимальное добавление смазки помогают оживить ченджер. А вообще лучше на это место установить современную мультимедийную систему. Иногда на этих машинах при вращении руля появляется заедание и, как правило, проблема в крестовине рулевого вала. Ее надо просто заменить на новую. Иногда встречается проблема с неработающими кнопками на руле и с неработающим рычажком круиз-контроля. Эта проблема говорит об обрыве в шлейфе руля. Меняется он просто и недорого. Интерьер Lexus RX сделан добротно, но на многих машинах изнашивается и портится внешний вид вот этого подлокотника на водительской двери. Но его можно перешить. Из-за сильной жары и воздействия солнечных лучей передняя панель может трескаться. Обычно это происходит со стороны пассажира. Сначала RX оснащался старыми шестерками серии NZ. У них ременной привод ГРМ и по одному фазовращателю на каждом распредвале. Это надежные моторы, но у них очень жесткий температурный режим. Поэтому грязный радиатор может привести к перегреву или даже пробитию прокладки ГБЦ. Если мотор до этого не доездит, то закоксовавшиеся поршневые кольца приведут к масложору в размере 500 грамм на 1000 километров. Экономия на моторном масле нередко заканчивается проворотом шатунных вкладышей. Зато если порвется ремень ГРМ, то эти моторы не гнут клапаны. В общем, ухоженный RX второго поколения с моторами МЗ это неплохой выбор, потому что эти моторы совсем не хлопотные. А вот вышеперечисленные проблемы случаются только лишь из-за плохого обслуживания. Версия RX 350 получила обновленный двигатель. У него цепной привод ГРМ и четыре фазовращателя, которые уже к пробегу в 150 тысяч километров начали массово трещать после холодного и теплого запуска. Кстати, муфты могут трещать достаточно долго, но из-за этого не нарушается правильность работы системы изменения фаз газораспределения. А стучат муфты из-за неудачной конструкции стопора, который фиксирует их перед запуском двигателя. Новая муфта стоит 110-130 долларов, а их четыре на этом моторе. До 2007 года моторы 2G RFE могли вылить все масло через трубку, по которой оно поступает к фазовращателям. Обратить внимание надо на трубку именно в задней ГБЦ. Дело в том, что она течет по резиновой секции. И именно эту трубку заменили по отзывной компании на цельнометаллическую. Надо убедиться, что именно по такой трубке масло поступает к фазовращателям, потому что в 20-х годах, 2020-х годах, еще встречаются трубки со вставкой из шланга. У трех с половиной литровых моторов снизу есть двойная трубка и там есть центральные резиновые секции. Так вот эти секции могут со временем лопнуть и уйдет все масло. Поэтому эту двойную трубку надо заменить на цельнометаллическую. Но не будем сгущать краски. В целом двигатель 2G RFE неплохой, нуждается в хорошем обслуживании. Ну раз в 100 тысяч километров скорее всего понадобится поменять текущую прокладку клапанной крышки. Также может быть понадобится замена сальников валов, а также может появиться запотевание по поддону. А вот гибридная силовая установка RX 400 H создана на базе двигателя 3MZ FE и двух электромоторов. Один является частью гибридной бесступенчатой трансмиссии, а второй встроен в задний редуктор. То есть автомобиль Lexus RX 400 H полноприводный, но карданного вала у него нет. Гибридная силовая установка очень надежная. Из особенностей для замены свечей зажигания нужно снимать впускной коллектор. У гибрида два контура охлаждения и надо иногда посматривать какие процессы происходят в расширительном бачке контур охлаждения инвертора. Дело в том, что при включении силовой установки жидкость там должна циркулировать и бурлить. В общем откручиваем пробку, смотрим. Если этого там не происходит, то значит инвертор скоро выйдет из строя из-за перегрева. В этом бачке жидкость розовая и находится он под капотом со стороны водителя. А вообще еще раз в 160 тысяч километров надо менять электронасос, который стоит 200 долларов. Трансмиссия с двумя планетарными рядами не имеет фиксированных передач. Она объединяет мощность от ДВС электромотора и подает ее на передние колеса. А затем обратно, крутящий момент, она передает обратно на электродвигатель. Звучит сложно, но никаких сомнений в надежности нет. Задний электродвигатель гибридного RX не обслуживаемый и с воздушным охлаждением. Батареи просто диагностируются и недорого меняются по элементам. Lexus RX второго поколения оснащался пятиступенчатым автоматом U151F. Еще раз напомним, что гибридные версии имеют свою беступенчатую трансмиссию и это не вариатор. Так вот, к сожалению, у каждого третьего Lexus RX появлялась проблема с пробуксовками и пинками при переключении со второй на третью передачу. Выяснилось, что проблема решается заменой поршней барабана Direct Overdrive. Эта процедура несложная и производится без снятия АКПП с машины. В остальном проблем у этой трансмиссии нет. Разве что редко возникает течь из-под заглушки сверху на корпусе трансмиссии. В остальном трансмиссия надежная. Мне даже известен случай, когда уездил в хлам один человек гидротрансформатор и стартер не мог прокрутить коленвал. Но при разборе трансмиссии выяснилось, что износ у нее умеренный, то есть соответствует пробегу 350 тысяч километров. Еще надо следить за состоянием стальных трубок, по которым циркулирует АТФ, потому что они могут проржаветь и появится утечка АТФ. Масло трансмиссионное Toyota WS и фильтр надо менять каждые 50 тысяч километров. А также надо следить за радиатором АКПП. Он находится за передним бампером перед передним левым колесом. В общем, его надо очищать от грязи каждую весну и посмотреть состояние трубок. Они там тоже могут проржаветь, к сожалению. Кстати, радиатор АКПП есть не на каждом Lexus RX второго поколения. Нет радиаторов на автомобилях для рынка Японии, а также на некоторых автомобилях для рынка США. Ну, а сейчас мы поедем на СТУ, чтобы подробнее рассказать об этом автомобиле. Кстати, у нас объявление на склад в городе Минске. Мы ищем сотрудников. Вы знаете, как устроен автомобиль и хотели бы применить все эти знания и умения на практике на нашем шестиярусном складе в городе Минске. Милости просим на работу в «АвтоСтронг». Если вам это интересно, все ссылочки и подробности я оставил в описании. Ну, а теперь минутка рекламы. В «АвтоСтронге» вы можете приобрести не только очень качественные БУ и новые запчасти, а также масла, антифризы, тормозные жидкости, разнообразные присадки, также жидкость для стеклоомывателя и множество автомобильных аксессуаров. И как вишенка на торте вы можете приобрести вот такой ароматизатор с лысым мужчиной. А также не забывайте про нашу фирменную сувенирную продукцию. Ну что, мы на Исто и продолжаем. Радиаторы двигателей в версиях RX300 и RX330 повально лопались и трескались. И проблема эта существовала до 2008 года. Причем лопались и трескались именно оригинальные радиаторы. И происходило это, ну, раз в год. И неоригинальные радиаторы некоторых производителей служили даже лучше, чем оригинальные. На сегодняшний день проблем с радиаторами нет. Но стоит хотя бы раз в 10 лет менять пробку на радиаторе, в которой расположен клапан, чтобы он не напрягал систему охлаждения, дополнительным давлением. В нашем случае RX переднеприводный. Но если Lexus RX полноприводный, то это не значит, что он внедорожник. Но его трансмиссия нуждается в обслуживании. Задний редуктор, то есть масло в заднем редукторе и в угловом редукторе надо менять каждые 40 тысяч километров, либо же раз в 4 года. Подойдет обычная трансмиссионка вязкостью 8V90. И на заправку уходит по 900 грамм масла. У Lexus RX 300 и RX 330 постоянный полный привод через свободный межосевой дифференциал в угловом редукторе. У RX 350 практически такая же раздатка, но межосевой дифференциал блокируется в вязкостной муфтной раздатке. Разве что со временем могут появиться подтеки масла по сальникам. Давайте визуализировать. Крестовины карданного вала далеко не вечные. При больших пробегах в них возникает люфт или они начинают закусывать при вращении. Подвесной подшипник тоже не вечный. Все это продается в сборе. Цена по оригиналу 900 долларов, есть заменители по 250, а также в продаже есть неоригинальные крестовины и подвесной подшипник. В общем, можно восстановить кардан недорого. Кроме того, придуман способ изготовления кардана для RX из кардана от полноприводной Toyota Hi-Ace. Там крестовины и съемные меняются просто. У гибридного Lexus RX рулевая рейка электрическая. По электрике все там надежно, а в остальном сама рейка очень легко и просто восстанавливается. У автомобилей не гибридных, как в нашем случае, рулевая рейка гидравлическая. И тоже никаких особых сюрпризов нет, кроме банальных подтеканий по шлангам. Некоторые Lexus RX второго поколения оснащались пневмоподвеской, но при появлении первых проблем с пневмостойками владельцы переходили на пружины. Вот в данном случае у нас пружинная подвеска, не пневмо. Пневмостойки теряют герметичность из-за коррозии, которая появляется в их верхней опорной части из-за грязи, а затем проникает под резиновые рукава. Чтобы стойки не спускали, надо их хотя бы раз в год очищать от грязи и удалять коррозию из-под резиновых рукавов и покрывать это все защитной смазкой. Также некоторые владельцы красят металлические части стоек, чтобы они служили дольше. Оригинальные пневмостойки стоят по 900 долларов, есть не оригинал, по 500. Еще у пневмостоек рано начинают стучать амортизаторы. Это не влияет на работоспособность, но очень раздражает. Кстати, в конструкции пневмоопор Lexus отсутствуют опорные подшипники. Похожий по назначению элемент находится в самой стойке и в ее верхней части. К рычагам подвески европейских Lexus RX прикрепляются датчики положения кузова. Их четыре штуки, если машина оснащена пневмоподвеской, и две штуки спереди, если машина с обычной подвеской. Так вот, у нас американец, и датчиков, соответственно, нет. Шарнир и тяг этих датчиков нужно периодически смазывать аэрозольной смазкой, иначе они закисают, а потом обламываются. Кстати, тягу можно заменить на более прочную, не оригинальную. И еще, если вышел из строя один из датчиков, о чем скажет, ну, например, дрожание света фар, либо неадекватный наклон линзы, то это можно вылечить не оригинальным датчиком. Оригинальные очень дорогие. У всех больших Toyota и Lexus тормоза слабы, поэтому зачастую владельцы меняют их на более серьезные механизмы. И вдобавок тормозной диск может деформироваться от перегрева буквально от одного экстренного торможения. Вдобавок задние суппорты закисают из-за отсутствия обслуживания, поэтому их надо хотя бы раз в год смазывать. Ну и тросы ручника из-за того, что этот механизм не часто используется, плюс из-за грязи появляется коррозия, и они намертво закисают. Владельцы не пытаются даже реанимировать, а те, которые стояли, сразу устанавливают новые. Подвеска у этих кроссоверов надежная и живучая. Спереди, как вы уже успели заметить, стойки Макферсона. Шаровые опоры крепятся к рычагам тремя болтами. Шаровые опоры оригинальные стоят 50 долларов. Оригинальные сайленблоки не продаются, то есть их нет. Сам рычаг оригинальный стоит 160 долларов. Предложений по неоригинальным рычагам, шаровым и сайленблокам предостаточно, но особенно щепетильные владельцы нашли, что задние сайленблоки подходят от Daikatsu Tereus, а передние подходят от Toyota Camry XV30. То есть эти люди любят и экономию, и оригинал. Задняя подвеска тоже подвешена на стойках Макферсона. Здесь три нижних рычага. Они соединены ЦАПФами с сайленблоками. В полноприводных версиях здесь плавающие сайленблоки, а вот версии, как у нас. То есть это автомобиль американский, собранный в Америке, и здесь обычные резинки. В оригинале ни один из этих сайленблоков отдельно не продается, только вместе с ЦАПФой. И никто не хочет платить большие деньги. Можно найти неоригинальный плавающий сайленблок за 10 долларов. А вообще, если уж очень хочется оригинала, то можно поискать эти сайленблоки на Toyota Avalon, Carina E и первом Avensis. В задней подвеске шесть рычагов. Оригинальные рычаги стоят от 60 до 90 долларов. Их тут всего шесть штук. И ходят они примерно 200 тысяч километров. Вообще, задняя подвеска этого кроссовера настолько долго ходит, что при первом ремонте приходится срезать крепежные болты. Еще есть такая ситуация, что начинает люфтить штанга стабилизатора. И при разборке выясняется, что люфтит сам торсион. То есть выработка на самом торсионе стабилизатора. Новый стабилизатор со втулками стоит всего лишь 130 долларов. Задние ступичные подшипники существуют вместе со ступицами, но стоит всего лишь 100 долларов. Передние ступичные подшипники по 50 долларов. Передняя стойка стабилизатора – 40 долларов. В общем, подвеска Lexus RX 350 второго поколения очень надежная и выносливая. Не оригинала предостаточно и в целом можно раз в пять сэкономить на ремонте. Большинство владельцев Lexus RX 2-го поколения очень довольны этими машинами. Причем любой версии. Этот кроссовер не вытягивает деньги. Проблемы с моторами и с АКПП – это только достижение владельцев. Надо просто не уезжать в хлам эти машины. Но в 2023 году надо разобраться с коррозией кузова и окончательно разобраться со всеми отверстиями и щелями, из которых вода попадает в салон. А в принципе, в общем, это отличный автомобиль. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали вот такие качественные обзоры, то нам обязательно нужна ваша поддержка. Обязательно подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поделитесь этим видео в соцсетях, напишите комментарий. И помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг».